С этой табличкой мы и будем дальше работать. Важно отметить один нюанс. Если у предикторов есть миссинги, то важно проследить, много ли шагов дала пошаговой регрессии. Если шагов много, два десятка и больше, то нужно добавить количество перезапусков процедуры. Сначала поставить significance для исключения, допустим, 5 десятых, посмотреть, какие отберутся предикторы. Потом одну десятую, посмотреть, какие отберутся предикторы, их уже вставить в новую модель. И, наконец, уже когда третий запуск идет, 5 сотых ставим, смотрим, что получилось. Те, которые отобраны при запуске на significance 5 сотых, потом еще раз запускаем. И вот как здесь мы и получаем тогда итоговую модель. Также нас интересует classification table. Мы видим, что вот реальные данные, вот предсказанные данные. Например, тех, кто участвует в профсоюзе, в нашей выборке 487. Те, кто не участвует, 1729. 276 человек было правильно предсказано среди тех, кто участвует. 1624 правильно предсказано среди тех, кто не участвует. А вот это ошибки. Мы имеем по категории no 94% практически правильных прогнозов, по категории yes 57%. В среднем 86%. Это высокий показатель. Он же отражается в табличке Model Summary. Здесь присутствуют три величины. Величина LogLikelihood. Она показывает степень отклонения наших данных, предсказанных от эмпирических. К сожалению, она не имеет верхней границы, поэтому неудобно на нее ориентироваться. Если бы отклонений вообще не было, было бы 0. А максимального значения у нее нет. Поэтому эта величина нормирована разными способами. Один из них предложили Cox и Snell. Другой способ на Гелькерке. R квадрат на Гелькерке, псевдо-R квадрат на Гелькерке изменяется от 0 до 1, основан на величине LogLikelihood и показывает как раз степень совпадения предсказанных значений с эмпирическими.